Белуга – это одна из самых древних и удивительных рыб, которая до сих пор окутана легендами и тайнами. Крупнейшая в мире пресноводная рыба может достигать 5 метров в длину, а вес ее переваливает далеко за тонну. Но такие крупные экземпляры сейчас выловить просто нереально. Мало того, в последнее время этот вид, который некогда в изобилии водился в реках Кубань и Протока, находится практически на грани исчезновения. Белуга – это не только ценнейший промысловый вид, она является одним из символов России. И потому ее возрождение – задача серьезная и принципиальная как для ученых, так и для представителей всех заинтересованных в этом важном деле служб. Белуга живет долго и поздно достигает возраста зрелости. Поэтому нужно выпускать как можно более взрослых особей, что намного повышает шансы на их выживание. И далеко не случайно именно на территории Ачуевского осетрово-рыбоводного завода, который занимается разведением осетровых и расположен недалеко от устья Протоки, состоялось это редкое событие – выпуск крупных особей белуги, выращенных кубанскими учеными. Уникальность события сегодняшнего заключается в том, что выпускаются очень крупные особи, в среднем около 12 килограмм, до 14 килограмм, которые привезены к месту, ближайшему к морю. То есть мы стараемся ограничить время пребывания в реке. Белуга занесена не только в российскую, но и в международную красную книгу и нуждается в чрезвычайно бережном к себе отношении. Восстановить ее популяцию – дело очень сложное и требующее десятилетий слаженных усилий. Это очень долгий период создания популяции устойчивой, как вы правильно сказали. Более того, мы считаем, что без сохранения естественного размножения, хотя бы в небольшом объеме, эта задача будет нереальная. Потому что только воспроизводить и выпускать – это, конечно, важный момент обеспечения наличия в водоеме этого вида, редчайшего, самого дорогого, самого крупной пресноводной рыбы в мире. Но то, что мы на правильном пути, показывает опыт. Следить за сохранностью белуги будут с помощью чипа. Он есть у всех особей, выпущенных в протоку. Работники рыбоохраны будут особенно внимательно наблюдать за недопущением отлова этих ценных рыб. В Центре сохранения генофонда осетровых рыб успешно работают и над восстановлением численности других осетровых. В этом году мы собираемся впервые в истории и мировой, в данном случае, и российской, выпустить зрелых самок и самцов прямо на бывшее нерестилище Кубани, выше Краснодарского гидроузла, где уже ничего не мешает этим производителям осуществить естественное размножение. В Кубани, в реке Лабье. Вначале это будут производители зрелые стерли, зрелые и самки, и шипа. Ученые надеются полностью восстановить популяцию осетровых на Кубани. И, конечно же, очень хочется, чтобы им удалось добиться намеченного. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Продолжаем.